Десятилетнего Максима и двенадцатилетнего Андрея на этой трассе хорошо знают. Сначала здесь не было никакого блокпоста. Ребята просто решили выйти на дорогу, чтобы поддерживать проезжающих мимо украинских военных. Это пушка, зенитная установка. Для чего она? Чтобы сбивать самолеты и вертолеты. Самолеты и геликоптеры. А вы тут у себя в селе чувствуете, когда летают? Да. Сегодня были в ночи? Нет. Нет, только сегодня утром. Максу, снайперку, он сделал еще такую красивенькую. Оборудовать блокпост, вооружиться помог вот этот человек, Вадим, переселенец из Харькова. А вот еще ребята военные, я вижу, идут. Добрый день. Военные часто останавливаются здесь, привозят детям сладости, фотографируются и благодарят. А россиян? Нет, россиян нет. На душе приятно. Гордость. Мне очень приятно, что у нас подрастает такая молодежь, на которую мы можем оставить после себя эту страну. Андрей тоже переселенец из Харькова. Сюда, в село к бабушке. Родители привезли его еще в марте. В Харькове в первые дни было очень громко. Стреляли очень. Ездили у нас российские танки. Ну, где-то штуки три было. Ты видел сам? Моя мама видела. Она не подпустила меня к окнам. Ну, мало ли что. Где вы живете в Харькове? На Салтовке. Он был очень испуган. Худой был, боялся. Он вот где-то шорох какой-то бежит сразу на город ко мне. Теперь говорит, откормила. А этот блокпост, как психологическая реабилитация. Потому что парень чувствует себя нужным и одолевает печаль по родителям. Они у него военные. И брат, и папа, и мамочка, они сейчас в командировке. К сожалению, я больше ничего не могу сказать. Военные. Это вы только посигналили? Да. Часто сигналят? Очень. Это нам дали военные. И потом мамочка передала мне такой шнурочек красивый. Скучаешь по родителям? Да. То, что изначально было игрой, превратилось в волонтерство. Когда люди стали давать детям не только сладости, а и деньги, мама Максима сделала вот такую коробку. Неожиданно в ней накопилось несколько тысяч гривен. Первые деньги отправили в СУ для своих односельчан. Мы были очень рады этому и гордимся, что они у нас такие серьезные, хотя еще маленькие мальчики, но уже очень серьезные. У нас такие серьезные, хотя еще маленькие хлопчики, но уже очень серьезные. И покушать не загонишь. Да, хороший у меня внучок.